шалом дорогие друзья а у нас шестнадцатая мечна рабби и иошуа рабби иошуа говорит злой глаз все тебе не нравится все тебе раздражает все не так айнара не умеешь ты радоваться жизни когда у тебя злой глаз когда у тебя ецарара когда ты постоянно вот тебя ецарара несет делать грехи укради обмани и ты поддаешься поддаешься ецарара и ты ненавидишь людей человека ненавистник всех ненавидишь они тебя из этого мира достают вот все эти вещи уничтожают тебя вот есть мир и в нем нужно правильно жить должен быть правильный путь правильное мировоззрение и третье вещи полностью тебя уничтожают как бы ты не помогал бедным как бы ты не молился если у тебя из третьих качества злой глаз ецарара и ты всех ненавидишь прямо ходишь это очень плохо катастрофа говорит следующая мечна 17 рабби иоси говорит и мамон хабирха хабиба леха кешельха очень помогает человеку не потерять деньги помоги ему у него потерялась верни он может получить ущерб там на какой-то работе скажи ему пускай чужие деньги будут такие же цены для тебя как твои ты же свои пытаешься спасти так спасти и деньги других постоянно учись учи тору постоянно расти духовно потому что она не является наследством твой папа раввин не факт что ты будешь раввином учись 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 и все свои действия старайся делать во имя небес ты завтракаешь подумай я щас ем что были силы служить богу ты помогаешь кому-то подумай что это не потому что я такой добренький а потому что бог сказал помогать все действия во имя небес 18 мишна рабби шим он говорит аккуратно читай шма исраэль есть заповедь читать шма утром и вечером старайся это делать правильно в правильное время и молись правильно и когда ты молишься не молись потому что мудрецы тебя обязали трижды в день молиться брат сидур молиться утром вечером и днем а молись потому что ты хочешь милосердия от бога потому что написано что бог милосердный и он ждет наши молитвы и последние слова раби шимона 18 мишне не считай себя таким грешником который не может раскаяться всегда все можно исправить всегда можно вернуться к творцу и не нужно считать что все на мне крест и я не могу исправиться любой может исправиться очень очень важно это знать кто будет думать что он не может исправить свою жизнь свои грехи то я царара победил он действительно не сможет ничего исправить и будет в отчаянии всегда все можно исправить